Здорово, чуваки, с вами Александр Дегтярёв. Это новый и весьма долгожданный выпуск передачи Рок Ньюз. Рок Ньюз, второй сезон. Начинаем с того, что срываем старый плакат и доклеиваем остальную систему, чтобы теперь была широкоугольная картинка. Конечно, она и раньше была достаточно широкоугольная, но места, где не хватало плакатов, приходилось спрятать. Теперь же можно будет снимать меня практически в полный рост. Ну а второй сезон, потому что 16 декабря 2014 года вышел первый выпуск передачи Рок Ньюз. И сегодняшний 28-й своего рода юбилейный, с чем всех нас и поздравляю. И чтобы выпуск был более динамичным, сразу начинаем с рубрики «Шот Ньюз». И начинаем мы с новости о группе «Face No More», которые выпустили клип на песню «Separation Xenity». Само видео содержит кадры из фильма «Дементия», также известный как «Дочь ужасов». Видео явно понравится Робу Зомби, ведь он настоящий ценитель винтажных кинолент. И вот тебе, девочка, фанатка Тима Бёртона, тоже явно понравится. Остальные же лучше пересмотрите какой-нибудь клипак Слэйера. Басист Five Finger Death Punch переосмыслил свою жизнь после трагических событий в Париже 13 ноября. Музыкант утверждает, что бросил пить. Группа «Северный флот» представила новый клип на песню «Революция на вылет». Песня должна выйти на втором альбоме коллектива, работа над которым идет на одной из студий Финляндии. Клип, кстати, весьма неплохой, что лишний раз доказывает, русские могут, хоть и записываются в Финляндии. У Стива Вая украли гитару во время благотворительного концерта. Музыкант предлагает вознаграждение за любую информацию об инструменте. Да, вот она, благодарность за хорошие дела. А пока я монтировал этот выпуск, тадам, нашлась гитара Стива Вая, которая пропала на прошлой неделе. Гитару нашли в кустах неподалеку от дома музыканта. Понятное дело, что грабители просто испугались и решили вернуть инструмент, пока не поздно. ACDC прервали концерт из-за плохой погоды. Даже легенды рока не устояли против матушки природы. А вот были бы русскими, что-нибудь допридумали бы. Бельгийские Dead Grindcore металюги Aborted выпустят новый мини-альбом Termination Redux, посвященный 20-летию коллектива, 15 января 2016 года. А совсем недавно вышел одноименный видеоклип. Обожаю подобное музло. Очень советую всем отмороженным ублюдкам. В сети появились две кавер-версии от Stone Sword на песни групп Slayer и Motley Crue. Обе композиции вошли в новый EP – Strange Out of Bird Bank. Надеюсь, правильно произнес. Кстати, EP-шка вышла уже в прошлом месяце. Да, давненько же не было выпуска Rock News. Вышел клип Megadeth на песню с нового альбома. Название песни произносить, пожалуй, не буду, дабы ваши уши не кровоточили. А лучше немного покажу его. Кстати, Мастейн и Ко уже объявили даты концертов в поддержку новой пластинки. Так что, голосуемиться с настоящими алдырями. Фильм о Егоре Летове и группе «Гражданская оборона» вышел на DVD-носителях в эксклюзивном формате. Помимо непосредственно картины, на диске присутствуют дополнительные материалы. Среди них документальные съемки в период зима 89-90-го, концерт памяти Дмитрия Селиванова, а также полные версии различных интервью. А в Омске, кстати, имя Егора Летова будет увековечено на Аллее Звезд. Ну, и какой же Rock News без новостей о метле? Металлика показали обложку книги Back to the Front, которая расскажет историю культового альбома 1986 года Master of Puppets. Издание должно выйти осенью 2016 года. Состоялся релиз второго инструментального альбома Сергея Маврина – Эхос. Пластинка включает в себя 13 треков с общим временем звучания 70 минут. Любителям и фанам советую, остальные смело проходите мимо. Группа The Hell, весьма оригинальное название, кстати, выпустила новый клип, который какой-то, мягко говоря, звезданутый. Смотрите сами. Совершенно неожиданно для всех поклонников A Day to Remember выпустили винивую пластинку с их последним альбомом, который вышел аж в 2013 году. Ну, лучше поздно, чем как Рамштайн. Оззи Осборн уверен, что никто больше не хочет новой музыки Black Sabbath. И это одна из причин, по которой группа отказалась от идеи выпустить еще один альбом. Эй, а кто будет писать новую музыку для моих заставок? Ронни Вуд вновь станет отцом возрасте 68 лет. Третья жена участника The Rolling Stones, театральный продюсер Салли, находится на третьем месяце беременности. Естественно, брак по любви. Сто процентов. По глазам супруги вижу. Сизер сняли клип на песню Save Today с последнего альбома группы, который вышел в прошлом году и добрался до четвертой строчки чарта Billboard 200. Deep Purple выпустят в январе The Vinyl Collection, собрание из семи переизданных альбомов на виниле. А вот это реально круто. Я все чаще задумываюсь о том, чтобы прикупить себе проигрыватели для пластинок. Фронтмен группы Radiohead, Том Йорк, написал письмо Санта-Клаусу. Это небольшой вклад музыканта в проект Letters Life. Мероприятие, возрождающее забытое в наш технологичный век искусство написания писем, приуроченное к Национальному дню написания писем, отмечающейся в Великобритании 7 декабря. Так, чуваки, вы когда последний раз писали настоящее бумажное письмо, а? Быстро накатали мне. Адрес напишу в ЛС в ВКонтактике. Ссылку видите на экране. Я хочу тоже внести свою лепту в это благороднейшее дело. Один из основателей Gorillaz, Джейми Хьюлетт, опубликовал загадочный пост в Инстаграм, который породил слухи о возможной коллаборации с Дэвидом Боуи для нового альбома группы. Группа «Ночные снайперы». Так, нахрен эту новость? Следующее. Организаторы Download анонсировали более 30 групп и музыкантов, которые присоединятся к ранее объявленным хедлайнерам Rammstein, Black Sabbath и Iron Maiden на трехдневном мероприятии в 2016 году. Среди новых участников названы такие группы, как Kill Switch, Engage, Down, Breaking Benjamin и Shine Down. Крутой фест таки намечается. Новый памятник Битлз появится в Ливерпуле на знаменитой набережной Пьер Хэтт. Открытие было приурочено к 50-летию последнего концерта музыкантов в родном городе. Канадская мелодик рок-группа The Wear Union выпустила новый клип. Честно говоря, я и старых-то не видел, но песенка довольно неплохая. А вот Лемми устал от вопросов о своей скорой смерти. Музыкант заявил, что прекрасно себя чувствует. И именно поэтому он отменяет все больше и больше концертов. А не от того, что ему худо. Эдакие вы маленькие садисты. Dream the 8 выпустили сингл The Gift of Music с будущего альбома, который выйдет в январе будущего года. Группа отличная. Кто не слышал, очень рекомендую. Ария вновь сыграет с симфоническим оркестром. 28 апреля в московском Кроку Сити Холли. Легенды отечественного металла вновь сыграют с симфоническим оркестром и с шведским дирижером. Эх, лучше бы они вновь скипелы, чем сыграли. Pink Floyd переиздали свои ранние записи. В EP 1965 года, Your First Recording, вошли композиции, созданные еще до выпуска дебютного альбома группы в 67 году. Это реально круто, чуваки. Если вы не слушали такого, то вы не рокеры и не металисты. Вы просто позеры. Cradle of Field выпустили новый видеоклип. Комментарий здесь излишний. Клип просто шикарный. Концерт группы «Лауна» «Песни о мире», который состоялся 19 ноября 2015 года в Кроку Сити Холл, ляжет в основу DVD. Ники Сикс сообщил, что еще буквально пару дней и весь материал группы 6AM будет записан, а затем коллектив сфокусируется на его сведении. Круто, буду ждать. Брюс Диккенсон, вокалист Iron Maiden, провел несколько дней в Сараево, вернувшись туда 21 год спустя, после своего первого визита, когда город находился в боссаде и под обстрелом. Брюс вместе со своей группой пересекли линию фронта и сыграли шоу в «Осажденном городе». В фильме «Скрим фо Мисс Раева» и будет рассказано, что это выступление означало для горожан и как оно изменило Брюса и его группу. А вот вокалист Лампов Гад сообщил, что он уедет из страны, если Дональд Рамп станет преемником Барака Обамы. Давай, чувак, ждем тебя в нашей России-матушке. Будешь новым вокалистом группы Корея. Фронтмен Foo Fighters Дэйв Гроу засветился в новой серии маппетов. Там ему удалось похвастаться своим мастерством игры на ударных и сразиться с животным. Так зовут персонажа маппет-шоу. Мрачные и страшные ребята из группы «Вязание» или как-то так, записали новый видосик. Тоже весьма мрачный и довольно страшный. «Проход в демос и прикрептанте» «То есть, но это не просто. Это не просто. Чем-то 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 не просто. Парк-поход в шагове. Джон Фаев, экс-гитарист Мерлин Мэнсона и нынешний «Робо-Зомби» представил обложку нового сингла «Blackgrass Plague», автором которой был сам музыкант. Теперь под именем Джимми Хендрикса будут выходить сигареты премиум класса с марихуаной Которые свернуты вручную Естественно, только для медицинских нужд Только для больных Только Сеть ресторанов быстрого обслуживания Карлс Джуниор Использовала песню группы Пантера I'm Broken В рекламе своего нового бургера Ням-ням, мадефака Ну и последняя на сегодня новость Шот Ньюз Оззи Осбран стал следующим музыкантом Который пополнил коллекцию безобразных рождественских свитеров Стоимость изделия составляет 55 долларов Заверните 2 Я, конечно, понимаю, что появилась целая куча интересных новостей За то время пока не было больших выпусков Рок Ньюз Но до бесконечности растягивать я тоже не могу Поэтому переходим к следующей рубрике А вы напишите мне в комментариях под видео О чем я забыл упомянуть С радостью все прочитаю Переходим к новостям И первая наша новость Естественно посвящена группе Корея Многие уже видели эти видосы в интернете Очень многие уже высказали свое мнение по этому поводу Очень многие интересовались у меня Что я думаю по этому поводу Начнем с самого начала Что же случилось в тот злополучный вечер в городе Курск На концерте группы Корея Кто сейчас не прав в этой ситуации? Я могу объяснить, что он не прав Ты грубо обращаешься к людям, которые приветствуют тебя Ты сейчас будешь нас учить, что делать или что? Я не совсем могу понять А случилось следующее Ребята приехали дать концерт Ребят кинул организатор Ребята пытались все разрулить Но вокалист за это еще и отхватил по лицу От бухого местного говнаря Абрыгана После чего началась потасовка Браво Курск Такого я от вас не ожидал Какого хрена вы насмехаетесь над музыкантами? Какого хрена вы перестали уважать тех людей, которые стараются для вас? Что нахрен вообще с вами происходит? Неужели вы не понимаете, что это позиция крыс и трусов? Чуваки из группы Корея Знайте, что мы с вами Я знаю, что там были и нормальные ребята Но из-за кучки уебков Простите, но по-другому не могу их назвать Теперь в ваш город очень многие группы могут просто не захотеть приехать Выпустили пар? Молодцы! Других способов не знаете? Пиар для группы? Ха! К сожалению, у нас в России очень любят скандалы и разборки А вы подумали, каково было музыкантам в тот момент? Каково было находиться в чужом городе в толпе неадекватных, агрессивно настроенных людей? Вам смешно? Лично мне нет Я не собираюсь разбираться, кто что там выкрикивал и кто что и как услышал Факт остается фактом К вам приехала группа, пыталась все сделать как надо, старалась для вас, а вы повели себя как уебки Одна из моих любимейших хардкоровых команд Хейтбрид подписали новый контракт с Нуклер Бласт Хейтбрид Американская хардкор группа из Коннектикута Хейтбрид известен своим звучанием, в котором сочетают кроссовер трэш с элементами металкора Вокалист Джейми Джаста определил стиль группы как Селтик Фрост Хардкор И да, да, именно Хейтбрид я вставляю на многие заставки рок-ньюс Но не будем отвлекаться Сейчас ребята заключили контракт с известнейшим немецким лейблом Нуклер Бласт Прошлый альбом группы The Divinity of Peoples выходил на Нуклер Бласт в Европе Теперь же коллектив расширил соглашение и их интересы лейбл будет представлять и на территории Северной Америки С чем я Хейтбрид и поздравляю Ты слышал, чувак, группу Хейтбрид? Если нет, то сейчас к тебе ворвутся хардкорщики и отмудохаю тебя Быстро скачивай альбом и слушай, сука А теперь патриотическая новость Группа Апокалиптика исполнила гимн России Если вы не знали, то Апокалиптика это финская группа Исполняющая металл на виолончелях В состав группы входят три виолончелиста и барабанщик Первоначально группа прославилась инструментальными кавер-версиями Композиции известных трэш-метал групп В дальнейшем же Апокалиптика начала выпускать материал собственного сочинения Но переходим к новости На концерте, состоявшемся 6 декабря в Новосибирске Апокалиптика исполнила гимн России Финны до этого уже исполняли российский гимн Это было в 2005 году и тоже в Новосибирске Складывается впечатление, что многие финны более русские, чем многие русские А еще 10 декабря они сыграли его в нашей Краснодарской аренахолл Респект ребятам Уважаемые гопники, задроты и спортсмены Выкиньте нафиг свои наушники Monster Beats Теперь есть нормальные наушники от Iron Maiden Одна из любимейших хэви-металл групп малолетних пидовок Мальчиков-геев-скейтеров и старых трушных байкеров Iron Maiden Запустили в продажу уникальные наушники с символикой группы Производители этих наушников, естественно, уверяют нас в том, что в этих наушниках Рок-музыка и метал-музыка будет просто нереально хорошо слышаться Но, к сожалению, мы, бедные чуваки, и не можем это проверить по-настоящему Так что, ну, поверим им на слово В дополнение к наушникам будет выпущено специальное приложение От фирмы Maiden Audio Оно будет доступно для скачивания в Apple Store и Google Play С помощью него пользователи смогут получить специальный эквалайзер С настройками от Iron Maiden Кстати, в свое время макет наушников с символикой Iron Maiden Вызвал большой ажиотаж среди посетителей на выставке Че-то там в Лас-Вегасе В разработке дизайна, кстати, активно участвовал басист группы Стив Харрис Ну, а если по-честному, чуваки, да какая разница, какие наушники находятся у вас на ушах, на головах, когда вы слушаете любимую музыку Главное, чтобы музыка была хорошей Eagles of Death Metal впервые обсуждают атаку на них во время концерта в Париже Для тех, кто не в теме, рассказываю В ночь на субботу, 14 ноября, в Париже было совершено 6 терактов Террористы устроили взрывы возле стадиона Открыли огонь в ресторане и на улицах французской столицы А также напали на гостей концерта, когда в клубе выступала группа Eagles of Death Metal А вот что говорят сами музыканты Наши друзья пришли туда, чтобы услышать рок-н-ролл и умерли Каждый из участников рассказал, как они боролись за свою жизнь и пытались координировать действия Несмотря на путаницу в начале резни Трое нападавших стреляли сначала в потолок, а затем по разбегающимся людям Часть посетителей концерта не успели покинуть здание и оказались в заложниках Террористы не пытались вступать в переговоры с властями, а просто методически убивали людей Конечно же это очень серьезная тема, над которой мы не собираемся прикалываться Аллах Акбар Скотт Вейланд обнаружен мертвым в своем гастрольном автобусе Токсикологическая экспертиза показала, что причиной смерти Скотта Вейланда Стала передозировка кокаином, экстази и алкоголем Эта теория стала распространяться вскоре после кончины музыканта 3 декабря В автобусе Вейланда были найдены кокаин, ксанокс, два вида таблеток от бессонницы, болеутоляющая, лекарство от биполярного расстройства и шизофрении, а также марихуана Что интересно экстази не обнаружили Также музыкант страдал от сердечной болезни и астмы, что также сыграло решающую роль в его смерти Знаете чуваки, это все очень трагично, но даже металисты периодически угорают Надеюсь именно такого вы ожидали от нового сезона рок-ньюз Я старался И если ты не террорист и твой патриотичный паукан еще на месте, то кинь денег на покупку автоматов То есть на поездку в Москву на концерт группы Слепноуд Чтобы мы отслэмили как следует мягкие и рыхлые дела москалей Номер кипи кошелька вы видите на экране Аминь С вами был Александр Дегтярев Ставим лайк Подписываемся До встречи на канале Рок Ньюз Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок